Приветствую. Сегодня мы поговорим о том, что больше всего тревожит россиян. По данным последнего опроса Левада-центра, это рост цен, безработица и обнищания. С небольшим отрывом от первой тройки идет недовольство резким расслоением на богатых и бедных и несправедливым распределением доходов. Давайте разберемся, почему это происходит. Уже традиционно разберемся на котах. Начнем с истории. Когда-то давно, в канун французской революции, депутаты впервые расселись в зале национального собрания согласно идеологии. Сидевшие справа выступали за сохранение старого порядка, монархии, аристократии, религиозных традиций. А слева расположились сторонники учреждения республики, отделения государства от церкви и отмены сословных различий. Именно так в политике впервые появились правые и левые. Со временем значение слов менялось. Сегодня под левыми идеями в экономике мы, как правило, понимаем максимальное перераспределение благ. Бесплатную медицину и образование, широкий спектр самых разных дотаций, субсидий и льгот для малоимущих. На все это нужны деньги. Поэтому такое государство вынуждено вмешиваться в экономику, регулярно отнимать и делить. Так что левая повестка – это еще и высокие налоги и огромная власть чиновников, которые распределяют эти самые отнятые деньги. По другую сторону спектра находятся правые. Для них самое справедливое распределение благ определяет рынок. Кто что заработал, тот то и имеет. На практике это означает защиту частной собственности, низкие налоги, минимальное вмешательство государства в экономику и небольшой госаппарат. Оборотная сторона правой повестки – ничего бесплатного. Не повезло родиться в богатой семье, остался без работы, заболел – твои проблемы. Что характерно, любая из этих идей, будучи доведена до крайности, не сулит стране и народу ничего хорошего. Крайние левые идеи, конечно, ведут к общему равенству, но и к общей же нищете. Такое государство штрафует за успехи и премирует за беспомощность. А значит, что-то строить и развивать становится невыгодно, число нуждающихся растет, и вскоре никакой бюджет уже не может их прокормить. У крайне правых режимов такой проблемы нет. Но есть другая – раскол общества на сословие. Богатые продолжают богатеть, бедные скатываются в нищету. Ведь чтобы зарабатывать, нужно образование, оно платное, чтобы трудиться с полной отдачей, нужно здоровье. А медицина платная, замкнутый круг. И рано или поздно миллионы взбешенных граждан, которым уже нечего терять, сносят такой режим до основания. Именно поэтому большинство стран постоянно балансируют между правой и левой повесткой. Требуется ускорить развитие? Тогда идем правым курсом. Низкие налоги, зеленый свет, частному бизнесу и так далее. Слишком сильно растет неравенство – пора сворачивать левее. Повышать налоги, запускать социальные программы. Вот, кстати, как вы думаете, где в этой системе координат находится Россия? Какой у нее курс? Давайте попробуем разобраться. Как сегодня живет наименее обеспеченная часть россиян? Если страна идет левым курсом, то все они, наверное, имеют доступ к хорошей медицине. Молодые семьи получают жилье, пенсионеры путешествуют, а студенты едут в лучшие мировые вузы за государственный счет. Нет? Тогда, возможно, курс правый. Спросите у ваших знакомых предпринимателей, как там их бурный рост? Радуются ли они низким налогом? Довольны ли они надежной защитой собственности? Тоже нет. Получается, что для бедных государство оказалось крайне правым, социальная поддержка мизерная, ничего бесплатного не дождешься. А для бизнеса наоборот, крайне левым, с огромными налогами, поборами и без малейшей защиты. Но никакого парадокса тут нет, потому что есть еще третья социальная группа, приближенные Путина. Друзья, детство, бывшие охранники, коллеги – это именно им. Под девизом «Борьбы с олигархами» достались крупнейшие госпредприятия. Именно они получали кредиты, налоговые льготы и госзаказы на миллиарды рублей. Для своих – ультраправое корпоративное государство и суперкапитализм. Остальным – объедки с барского стола. Ровно этим путем уже шла Италия при Муссолини, а с приходом к власти Путина на него же свернула и Россия. Поначалу это было даже не очень заметно. Нефть на мировом рынке дорожала, в казну. Рекой текли нефтедоллары, и многие действительно стали жить лучше. Но только цены на энергоносители нестабильны. Да и войны, пускай даже гибридные – это штука дорогая. За ними следуют санкции, возникают проблемы с иностранными кредитами. И бюджет рано или поздно начинает трещать по швам. Неравенство опасно растет. Но отнять и поделить уже не получается. Ведь крупнейшие капиталы в ближайшем окружении, на лояльности которого и держится власть. Приходится стыдливо сворачивать национальные программы, вводить новые налоги, повышать штрафы. Государство буквально переворачивается с ног на голову и начинает уже совсем неприкрыто поддерживать своих богатых за счет всех бедных. Пропасть, разделяющая их, увеличивается с каждым годом. Справиться с этой проблемой Кремль уже не в состоянии. Он загнал себя в тупик. А вот той власти, которая придет на смену, неизбежно придется искать решение. И это, прямо скажем, будет не самая простая задача. Для этого недостаточно просто отнять у абстрактных богатых. Надо помнить, что помимо придворных миллиардеров есть и настоящие предприниматели, добившиеся всего своим умом и талантом. Между первыми и вторыми – пропасть. Чуть ли не большее, чем между богатыми и бедными в современной России. Одни паразитируют на случайных богатствах, другие же в поте лица создают все то, что мы с вами можем по праву назвать нашим национальным достоянием. Эту разницу будет очень важно не упустить. Всего вам хорошего.